Здравствуйте, мои дорогие друзья! Христос посреди нас! Прежде всего, хочу поздравить всех, кто празднует сегодня с праздником, с Рождеством Иоанна Притечи. Конечно, вам всем наверняка хотелось бы увидеть, где родился Иоанна Притечи, побывать в Инкараме, в Иерусалимском районе, бывшей деревней Инкарам, где находится Горнинский женский монастырь и монастырь Иоанн в горах, место Рождества Иоанна Притечи. Мы снимали об этом выпуске и делали их уже в прошлом году. Так что вот сейчас наверху вы видите ссылочки на эти выпуски, а также в описании к этому видео я тоже помещаю эти прямые ссылки. И таким образом, когда мы с вами сегодня закончим чтение Евангелия, вы сможете очень легко перейти и посмотреть. Ну а мы с вами продолжаем сегодня читать Евангелие от Луки, заканчиваем 12 главу. И что очень интересно, когда я готовилась к нашей встрече и сама прочитала тот фрагмент, который мы будем читать сегодня, я с удивлением заметила, что он тоже имеет отношение к Иоанну Притечи. Так что вот так промыслительно мы с вами сегодня не избежим разговора об Иоанне Притечи тоже. И также хочу, прежде чем начнем читать, извиниться, что я не на нашем живописном зеленом балкончике, у нас идет стройка века, строят вот ту самую канатную дорогу, о которой мы уже рассказывали в нашей передаче, что строят у Храмовой горы, опять же ссылочка наверху, кто еще не смотрел. И грохот такой, что саму себя не слышно, так что пришлось мне убежать в дом. Так что я сегодня вас приветствую из своей квартиры, другого выхода у меня нет. Ну, я думаю, что мы переживем с вами разлупку с моим зеленым балкончиком на один раз, и, может быть, в следующей среде уже тяжелые грохочущие работы закончат, и мы сможем тогда опять с вами на балкончике встречаться. Ну вот, а сейчас мы с вами будем читать Евангелие, а потом побеседуем о том отрывке, который нам предстоит сегодня. Как всегда, я напоминаю, мы читаем на церковно-славянском языке, и поэтому, если вам трудно воспринимать на слух, откройте Новый Завет на любом удобном для вас языке и следите за нами. Мы же начнем читать с 49 стиха и дойдем до конца главы. Всякому же ему же дано будет многое, многое взыщется от него, и ему же придаше множейше, множейше просят от него. Огня приедох во врещи на землю, и что хащу, ащу же возгореся. Крещением же имам креститеся, и како удержуся, донди же скончаются. Мнити ли яко мира приедох дати на землю, Ни, глаголю вам, но разделения. Будут бо от сели пять во едином дому разделены, Трия на два и два на три. Разделиться отец на сына и сын на отца, Мати на дщерь и дщи на матерь, Свекры на невесту свою и невесты на свекровь свою. Глаголыше же и народам, Егда узрите облак, восходящ от запада, Аве глаголите, туча грядет, и бывает таку. И егда юг веющ, глаголите, зной будет, и бывает. Лицемери, лице небу и земли, вести искушати, Времени же сего, како не искушаете. Что же и о себе не судите праведное, Егда, обогридешись с соперником твоим ко князю, На пути дашь делание избытий от него. Да никако привлечет тебя к судьи, И судья тебя предаст слузе, И слуга всадит тебя в темницу. Глаголю тебе не изыдеши оттуду, Донди же и последнюю медницу воздаси. Вот мы с вами здесь, во-первых, Заканчивает Господь мысль, Которая была начата в предыдущем фрагменте, Который мы читали в прошлый раз, А той ответственности, которая есть и у апостолов, Была, соответственно, она есть у священников, У священоначалия, и вообще у всех нас, христиан, Что мы должны постоянно бдеть, Находиться в трезвенном состоянии духовном, И Господь как бы завершает эту мысль словами, Что вам дано много и много будет спрошено с вас, То есть людей крещенных, просвещенных, воцерковленных, Будет спрошено гораздо больше, Чем с людей, которые не знали Евангелие, Во время своей жизни не пришли ко Христу, Не узнали Его, не встретились с Ним. И вот дальше Господь продолжает свою речь, Обращенную к апостолам, То есть к близким, к ученикам, И говорит о небесном огне, Который он пришел низвести на землю. Интересно, что по-гречески использован глагол бросить, То есть действие более такое сильное, активное, да? И вот что же это за небесный огонь, Который Христос пришел низвести на землю, И как бы, он говорит, Как бы я хотел, чтобы он уже возгорелся, да? Если на русском языке цитировать Евангелие. Так вот, что же это за такой огонь небесный? Этот огонь имеет несколько значений, Это слово, да? В данном случае это понять этот образ огня. Во-первых, конечно же, огнем можно назвать действие Духа Святаго, да? Огонь — это огонь проповеди, Огонь Слова Божьего. Огонь — это, конечно же, огонь божественной любви. Но в то же время мы с вами дальше читаем, Что этот огонь принесет разделение. То есть обычно мы представляем себе и правильно делаем, Что Христос — это наш мир, да? Христос несет мир, Христос несет любовь, Христос несет упокоение всем труждающимся, обремененным. Христос — наше утешение, наша радость, да? Как мы в Акафисте читаем Иисусу Слочайшему, да? А как же здесь говорится о разделении? И картина рисуется такая довольно грозная, да? Разделится дом, семья распадется, Разделится два на три и три на пять, Три на два, да? То есть будут трое против двух и двое против трех. То есть отец разделится на сына, Мать на дочь с дочерью своей разделится, да? То есть разойдутся по разные стороны. И Господь говорит, «Вы разве думаете, я мир принес на землю?» Нет, но разделение. И вот это сочетание вот этих образов дает картину такую довольно мрачную и страшную. Если неправильно понимать этот фрагмент Евангелия, то совершенно как-то делается так очень тревожно и как-то вроде бы как не похоже на другие слова Христа, да? И вот действительно надо понять, что здесь имеется в виду. Огонь имеет одно свойство. Огонь всегда вообще разделяет, потому что предметы, которые горят в огне, всё, что сгорает, оно сгорает, а всё, что не сгорает, очищается от разных примесей и остаётся какое-то чистое вещество, да? Так металлы многие делают, да, и так далее. Соответственно, здесь этот вот образ использован. Таким образом, учение Христа будет очищающим огнём проповедь о кресте и действие через неё Духа Святаго будет разделять, разделять доброе от злого. И тут Господь даже призывает христиан и своих учеников, что крайне трудно бывает понять и принять, но не идти на уступки даже своим родным, любимым людям, которые могут тебя всячески склонять и уговаривать, да, к тому, чтобы не ходить в храм, не веровать, не причащаться, не поститься, не быть учеником Христовым, потому что это очень огорчит твою неверующую там жену или мужа или маму или сына, да, и так далее. То есть здесь имеется в виду ведь какое разделение? Разделение между добром и злом, то есть решимость ученика Христова творить добро, даже если это вопреки желанию его близких. Вести жизнь праведную, даже если это вопреки желаниям его близких, да. Ну, например, ситуация, когда родители хотят для девушки, например, там прекрасной какой-нибудь карьеры, но связанной с таким образом жизни, который она, как человек, пришедший к вере, не хочет никаким образом на себя брать, да. И придется разделиться, как бы, да, с взглядами своих родителей для того, чтобы не творить грех, потому что они не понимают, что это грех, допустим, да, а она уже понимает. И здесь, конечно, речь не идет о том, что разделение должно произойти путем войны, путем ненависти, вражды, физического, не общаться со своими родителями или со своим, там, развестись с мужем или с женой. Конечно, нет. Христос призывает к внутренней стойкости, а внешне всеми способами пытаться, как бы, да, сохранять мир в семье, сохранять, насколько возможно, отношения. Но если ситуация так сильно обострится, что близкие наши, которые не христиане, будут категорически против и не захотят даже общаться с нами, христианин должен понести и это, но не отказываться от Христа ради любви к своим родным или ради родственных уз, связи или какой-то, не дай бог, выгоды и так далее. То есть этот момент очень тонкий, этот момент очень сложный, и надо понять, что Христос говорит так, не ради того, что там, да, вот, желает нас просто заполучить себе, он желает нашего спасения, он понимает, что без него не спасемся ни мы, ни наши близкие, а ведь важна-то жизнь не эта временная, а важна жизнь вечная. Другое дело, что мы должны заботиться о спасении своих родных, поэтому, конечно же, всегда и старцы, и духовники всегда говорят новообращенным христианам не впадать во все тяжкие, так сказать, да, не браться сразу за максимальные какие-то супер там строгие посты, подвиги, чтобы не смутить своих родных, а наоборот своей любовью, кротостью, послушанием, теплом, наоборот, привлечь и их ко Христу, нести им образ Христов, да, то есть вот тут это обязательно нужно понять, чтобы не было ощущение, что Господь призывает нас к какому-то, сектанству, да, конечно, нет. И вот в данном случае об этом же огне говорил Иоанн Предтеча, когда он проповедовал на Иордане, как, помните, он говорит, «Я крещу вас водою, грядет же тот, кто будет крестить вас Духом Святым и огнем». Вот об этом огне, об огне любви и благодати Божией, вот об этом значении этого слова, здесь говорит Иоанн Предтеча, использует образ огня, потому что действительно любовь Божия попаляет сила любви Божьей, благодати Божьей, попаляет все нечистое в человеке, и остается только то, что устоит в огне. Об этом же огне говорит и апостол Павел, что всякое дело человека огнем испытается, и тот, у кого дело его устоит в огне, тот спасется, а у кого не устоит, тоже спасется, ну, как бы из огня. Да, то здесь имеется в виду такой двойной смысл. Во-первых, что во время страшного суда все наши нечистые дела будут попалены огнем, и если ничего в нас доброго, что устоит в огне божественной любви и благодати, не будет, да, то мы не спасены будем. Однако, он говорит, тоже спасется, ну, как бы из огня. Вот эту фразу обычно любят очень те, кто, скажем так, да, утверждают о всеобщем спасении, о том, что адские страдания будут конечные, что они будут очистительны и так далее. Здесь же может иметься в виду и другой апостол. Павел здесь говорит о душе человеческой, которая не может быть уничтожена ничем и никак, да, она бессмертна, соответственно, она в этом огне-то останется и будет мучима божественной любовью, то есть осознанием своих грехов, мучением совести. То, о чем говорит Иоанн Златоуст. Суди мы будем божественной любовью, и самые страшные муки – это будут муки нашей совести. То есть вот отсюда и получаются вечные мучения, то есть пребывание в божественном огне, божественной любви для праведников будет благом и счастьем, потому что их дела устоят в этом огне, они были добры, а для грешников это будет вечным мучением, да, то есть вот такое понимание ада и рая – это православное понимание, и, соответственно, вот здесь используется тот же образ огня, то есть огонь – это и Дух Святой, действие Духа Святаго в человеке, попаляющие всякую нечистоту, огонь – это и любовь Божия, огонь – это и рвение о добре, ревность о добре, о Боге, огонь – это и божественная любовь, благодать, да, это огонь. Так что вот так интересно. Видите, здесь опять же мы переплетаемся с вами с проповедью Иоанна Претечи. И этот божественный огонь сойдет на землю только тогда, говорит Христос, когда он примет страдания, то есть когда Господь очистит человечество от греха и сделает его способным принять этот огонь. Огонь этот будет передаваться через проповедь о кресте и воскресении, через таинства церковные, через воздействие Божие на человека. И вот таким образом этот огонь будет нести разделение. Даже в семьях между добром и злом однозначно будет разделять. А дальше Господь обращается ко всем людям. То есть сперва Он говорит только апостолам, вот такие уже сложные, скажем тогда, тонкие вещи. А дальше обращается к остальным и говорит, как же вы не видите, в какие времена вы живете. Вот, мол, вы по облакам умеете определять, какой будет день. И вы знаете, у нас в нашем климате у нас два направления. Действительно два направления ветра, по сути дела. У нас ветер бывает западный и восточный. Западный ветер действительно, как в Евангелии сказано, несет тучи и дождь, и такую вот пасмурную погоду, их холод, и он всегда дует с запада, от Средиземного моря. А с юго-востока дует, или с востока, или с юго-востока, дует всегда горячий, теплый ветер, который несет сушь и зной. То есть вот так интересно. И здесь Господь говорит нам, говорит людям всем, нам и всем людям, как же вы не различаете времена, в которые вы живете. Посмотрите на те дела, которые я творю. Посмотрите на то, что творится вокруг вас, что происходит. Хромые ходят, слепые получают зрение. Вы слышите слова, которые раньше нигде не слышали. Как же вы не веруете еще, сомневаетесь. И здесь также очень интересный образ вообще вот самого облака и южного ветра. Потому что на самом деле, как пишет святитель Феофилакт Болгарский, здесь Христос может иметь в виду и себя. То есть, говорит, понимая под этим, что Христос – то благодатное облако, которое несет дождь. И Христос – это южный ветер, который таким образом несет тепло и успокоение и иссушает, очищает землю жаром. Также облако приходит с запада, и Христос приходит с запада. То есть он приходит от человеческой плоти. Вот такая мысль у Феофилакта Болгарского, что Христос приходит как бы от человеческой плоти. Но в то же время Христос приходит и с Востока, потому что Восток – это высота духовная. Это образ, который мы знаем с вами из церковных песнопеяний и так далее, звезда, которая приходит с Востока. То есть вот так вот можно здесь под образами природы понимать и само пришествие Христова. Вот так интересно. Ну вот, мои дорогие, такое у нас с вами сегодня евангельское чтение, небольшое. Я надеюсь, что у вас хватит времени еще посмотреть места, где родился Иоанн Предтеча. Обязательно перейдите по ссылочкам, они в описании к этому видео. Я всем нам желаю бодрости, желаю нам просвещения от Господа, помощи во всех делах. И надеюсь, что мы встретимся с вами в пятницу, и вам понравится наш новый выпуск блога. Мы продолжаем знакомить вас с христианскими общинами Святой Земли. Я вас всех сердечно обнимаю, благодарю за внимание и до скорых-скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok